Итак, друзья, сейчас будет огромное количество харизмы в эфире. Лена так зашла и ушла. Лена, не надо бояться, пожалуйста. Просим вас вот здесь вот пройдите вот дефиле, посмотрите, какие ноги, какое платье. Лена Князева в эфире телерадиоканал «Страна АПМ». Аплодисменты. У нас просто звукорежиссер до речи потерял, и у него прям... Вот он нашелся. Нашелся наконец-то. Слушай, у нас все в реальном времени происходит абсолютно здесь. А мне нравится вот такой вот прям живак. А так бы Лена села за стол, кто бы увидел? Может, вообще, мы сняли и вставили чудесатели видения? Слушай, ну есть три пункта, с которыми я к тебе хочу обратиться. Во-первых, привет, уже добрый утро. Привет, привет. Во-вторых, что там, на дорогах? Нет, 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 нет. Во-вторых, 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 потрясающе выглядишь. Вот с этого будем начинать. Честно, если так все в режиме сбора проходили в таком вообще цветной, если честно, у меня была некоторая заминка на проходной, и за 10 минут до эфира я взлетела ненакрашенная с пучком и в пижаме. И все это как-то сложилось. Сейчас все совершенно иначе выглядит. Я могу сказать, ой, вы знаете, я такая всегда, я такая сплю, просыпаюсь, да, там такие. А я тебе секрет открою, мужики, они вообще даже не замечают разницы, когда мы красим себя. Они вообще, просто им говоришь, они говорят, да, ты такая всегда, даже нет. Ты такая всегда, да, да. Я вот даже вот мой инстаграм листали, там есть у тебя где-то фотографии где-то с пучком, очень хороша. Очень хороша, да. И с помадой, и с помадой, и вообще. Так, значит, мы выяснили, вопрос номер один, мы выяснили, Лена всегда хороша. Вопрос номер два, а на дорогах? На дорогах, кстати, неплохо. Вот так. Все едет, исключение светофора у Москва-Сити, а так все отлично, все едет и передвигается. А что там с ним? Очень долго, минут 40 мы стояли, не могли проехать, и два раза сменился зеленый-красный, зеленый-красный. То есть за город я доехала за 20 минут, там с севера, короче, Москвы. Вот, а потом тут начались чудеса, но в принципе все движется, и все. А ты куда-то собрался сейчас поехать? Нет, я только встречал тебя. Может, в Москве разведываешь? Да-да-да, ну на всякий случай, там, через минут 40 мы отсюда уже поедем. Нет, он просто, знаешь, как сверяет? У нас есть просто Максим Константинович Колесников, который приходит в автомобильную программу и запугивает нас, говорит, ехать невозможно. Дороги стоят, а мы просто потом сверяем, потому что мы доверяем, но проверяем. Слушай, девчонки, ну бог с ними с дорогами, на самом деле, да, это уже все проговорили, уже все на местах, слава богу, все уже началось, мы вот уже прекрасно открываемся. Ух, привет еще, кстати, мы так толком не поздоровались. Да, еще раз доброе утро, Елен Князь у нас сегодня в гостях, друзья, сегодня у нас, кстати, будет премьера клипа, между прочим, примерно в середине часа, и сразу, наверное, напомним, да, Лер, если у вас, друзья, у вас, слушатели, зрители, у всех, у кого есть вопросы для Лены, пишите их, пожалуйста, в группу ВКонтакте, и... 8-909-928-189-9, это ватсап, вайбер и самосообщение. Лен, вот не можем мы тебя не спросить, вот как-то, знаешь, ну как-то привыкли, ну даже вот сейчас ты была в клипе личный, да, рыженькая, а тут хлоп-то заходишь, и у нас, ну, нет, мы-то подготовились, мы посмотрели, что в инстаграме ты уже... Уже давно. Но почему, понимаешь? Мне так все надоело, вообще мне все надоело, я все решила поменять, и вот как-то вот кризис среднего возраста. Кризис. Слушай, кризис среднего возраста, это когда из длинных рыжих волос в ежих короток, да, 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 и вот так нормально. Или в основном забреешься, и уходишь в монастырь. А ты знаешь... Сейчас вот про лысых, поспокойнее. А у него уже просто... Ой, а это ничего личного, кстати, я даже когда вообще... Кстати, личный, да. У него кризис, вот у кого кризис среднего возраста, Лена. Слушай, я хочу тебе задать вопрос вот в связи с некоторой переменной в твоем имидже, да, ну вопрос несвойственный мужчина, поскольку вы девочки сговорили, я тоже имею право, мне кажется, на этот вопрос. Ты, говоришь, надоело все, решила поменять, ну цвет волос, ты была рыжая, стала вот совсем темная сейчас. Это у тебя меняется этим только внешность, то, что мы видим, да, вот сейчас... Нет, вообще все. Или у тебя при этом еще и как-то и мысли меняются, и вообще все внутри? Ну где-то перемены начались вообще, получается, сейчас у нас июнь, ровно полтора года назад, когда я поменяла все, начиная от менеджмента, то того, что начала писать, продюсировать все только сама и никак больше. И личный, на самом деле, был такой первым таким треком, который мы сделали с Леней Величковским, и как-то он сразу зашел, и я поехала по разным городам Руси, и сейчас поеду. А потом, понимаешь, нужно идти дальше, и не только самой писать, продюсировать, но как-то похудеть, что ли, я не знаю. Зачем, Лена? В любой непонятной ситуации надо отращивать волосы, похудеть и делать ногти. Отрастить еще длиннее волосы, покраситься в черные. Не знаю, сложно объяснить, это такой творческий порыв какой-то был, и вот он мне очень нравится. Хотя мне все говорят, господи, зачем? И вплоть до такого, что я прихожу вести мероприятие какое-то, и там меня вызывают в зал, сейчас там вот наша ведущая, Леночка, выйдет там провести, там, ну, такая премия была. Вот, и ищет взглядом меня, и понимает, что не может найти. Говорит, кто вы уже не был островоемный. Говорит, я же Леночка Князева. Слушайте, давайте прервемся прямо сейчас, у нас небольшой перерыв. Ну, мы сейчас сразу узнали. Да, спасибо. Еще раз дополним, Лена Князева у нас сегодня в гостях, вопросы присылайте сами, знаете куда, ну и, собственно, вернемся к вам через несколько минут. Это страна, и вам доброго дня. Ух, давай-ка, скажи, кого ты любишь, Влад Кутузов? Я всех люблю. Всех любишь, очень любиобильный мужчина у нас. Ну, на первом месте Лена Князева. Естественно, я вот думаю, что значит всех, это Лена Князева? Даррича потерялась, есть даже. На первом должна быть коллега, любимая ведущая. Он меня не далеко. Ему на пять раз в году бывает. А коллега каждый день. Всегда. А что ее любить-то, она все равно придерживает. Как ты, во-первых, привязался, во-вторых, как у вас уже общее информационное поле. Понял. Зато я по ней не скучаю, а по тебе всегда, послушай, редко бываешь. Ну вот, единственный плюс этого. Слушай, мы заговорили по поводу перемен твоих, которые за последние полтора года произошли. Да, вот скажи, а то, что было и то, что есть сейчас, тебя вот устраивает, во что это в итоге трансформировалось и вывелось? Очень меня устраивает. И не только меня, видимо, зрителя, потому что я достаточно много как бы езжу, и мне вообще нравится делать все самой, на самом деле. Даже если отвлечься от того, что нравится людям, главное, что это нравится мне. И это приносит мне огромное моральное удовлетворение, когда я слышу свою музыку в готовом виде. Я же помню, в каком виде я ее приносила на студию. И как мы работаем со взрослыми, серьезными мужиками. Это Василий Гладаковский, Леонид Величковский. И когда я приношу какие-то очень странные, какие-то свернутые вот эти вот клочки чего-то, а потом это превращается в разглаженную 100-долларовую купюру. Это очень, на самом деле, я так образно выражаюсь, просто это такая метафора была, кто не понял. Мы поняли. Очень хорошая метафора. Очень хорошая, нам нравится. Это очень приятно. И у меня была куча демо, которые я не знала, как к ним подступиться, потому что они какие-то были несуразные. И вот, кстати, лично тоже была такая очень несуразная демо. И я не знала вообще, как это люди поймут, если я спою, запомни по стонам меня, из лучших не нужна я. Оказалось, люди не просто поняли, они это дождали. И это очень, песня такая женская. Причем и, если это 14 лет женщине, или ей там 54. Ну, я надеюсь, что в 14 лет они еще хотя бы до 16 лет. Очень активные женщины. Активные уже, да, женщины. Слушай, мы чуть-чуть коснулись творческого процесса. А как ты поступаешь в таком случае, если, допустим, песня нравится тебе очень сильно, и она тебя устает, и ты понимаешь, что это твое, а публика, вот ты понимаешь, что это не зайдет? Или наоборот, смотри, другой вопрос. Тоже такое бывает. Когда, наоборот, публике нравится, а ты считаешь, что что-то, ну, как надо переделать вообще. Тоже такое бывает. Я не буду говорить, с каким песней, но это было, потому что я достаточно много выступаю, я тестирую песни новые на зрителях, и эта станция для очень понятна. Особенно, когда ты работаешь живем, живем музыкантами. Вот у меня был концерт в метро-льбаре, я там очень много что поняла, кстати, про себя. Что людям вообще, в принципе, надо, они хотят, в принципе, только выпивать и танцевать. Да, я такие делаю большие баллады, такие серьезные, но больше, чем голая. Но в итоге мы сделали сейчас клубную программу, и она очень даже заходит, намного лучше, чем оригинальные версии, которые такие балладообразные, со вступлением. А людям нужно синкопа вот этой, затакт, и чтобы вот эта шла прямая бочка, рубила, и в клубах, особенно вот на просторах страны, заходит прямо просто на ура. Знаешь, как это в клубах надо, когда человек едет в машине, думает о чем-то хорошем, он может и балладу послушать. У меня, знаешь, какой вопрос? Вот этот шаг, который ты предприняла, что ты все сама. Он же очень смелый, понимаешь, вот так отказался от старого. Очень страшно, очень страшно. У тебя как, что за такой толчок? Это книга была, это какой-то тренинг? Как ты поняла, что это? Никаких книг, не тренингов, просто я поняла, что я хочу делать сама то, что я уже, в принципе, давно делаю, и почему я так этого боюсь и стесняюсь, непонятно. Просто у меня такие песни, если ты послушаешь, они такие, не то что даже откровенные, они интимные, они очень женские, и я не понимала, поймут ли меня женщины, поддержат ли мужчины, вот, но как-то выяснилось, что да. Мужчины тебя поддерживают, Лена. И потом это было страшно, потому что я достаточно такой закрытый человек, как, может быть, это странно прозвучит от меня, я такой глубочайший социопат, и социопатия у меня достаточно запущенная, и да, мне все это как-то тяжело дается, а в песнях я не просто раздеваюсь, я снимаю все белье, я там оставлюсь абсолютно голая. На время какого-то узора у него отборожали лица такой. Что-то он так обрадовался. Нет, 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 я просто, я социопат запущенный причем. Да, но вот в песнях мне, как бы, единственный мой вариант, рассказывать о себе людям, и считая, как брать сердце, и как тортово резанные куски, как бы вот скармливать публике, это писать такие песни лично, искренне, и не бояться в них раздеваться. Я боялась это делать, мне как-то было неудобно, что я пишу так искренне, о таком личном. Вот, но как-то вы сами все видите. Ну, мы сами видим, и мы видим, что это успех. И больше, чем голая, это не просто песни, не просто альбом. Я, кстати, принесла вам флешки и даже духи в подарок, с вами сейчас скажу. Ура! Вот, это просто принцип творчества, в который, когда я поверила и поняла, что, ну, людям это нравится, это кому-то нужно, кроме меня. Это тоже, на самом деле, важно артисту. Можешь сколько угодно рассказывать, что мне нравится самой. Конечно, мне самой нравится, я бы не делала это, но отдача такая, что я понимаю, что я уже написала много треков новых, кстати, буду делать это дальше. По поводу песен, по поводу нового альбома мы поговорим обязательно, по поводу клипа, тем более у нас не за горами уже, сейчас прервемся, давайте. Вот ты сам все увидишь сейчас в клипе. Чуть-чуть попозже. И сейчас, да. Попозже все будет обязательно. Добрый утро. И еще раз всем доброе-доброе утро на телерадиоканале Страна ФМ. Гостевой эфир в гостях у нас потрясающе, красивая, умная, талантливая, пробивная, а это хорошее очень качество, Лена Князева. Я не знаю, никогда не такая. Зачем мой текст сейчас произносится? Вот так, все, извини. Я не успел. Не смущали, ребят. Я вообще не буду шоколадку. Не надо смущаться, подожди. Значит так, 8-909-928-1-89-9. Это вот сап, вайбер, смс-сообщение, задавайте Леночке вопросы. Можете просто восхищаться, да? Ну зачем вопросы лишние задавать? Просто пишите вау и так далее и тому подобное. Слушай, давай еще раз напомню, у нас буквально вот через 4-5 минуточек будет премьера клипа «Больше, чем голая». Вот та самая песня, о которой мы чуть-чуть успели поговорить, Лена Князева. И там я голая. Да. Подожди, ну подожди. Подожди, может еще доработать надо, чат как-то, понимаешь? Ну ладно. Слушай, Али, ну подожди, если мы с голой подождем, то надо поговорить про лезвие, которое только что прозвучало, тоже твоя песня. Полностью. Все мое. От бэк-вокала до слов музыки и частичного продюсирования. Слушай, ну вот это, кстати, я хотел спросить еще в прошлый раз. Это не серия, как это называется «Хочешь сделать хорошо, сделай сам»? Вообще да. Да, вот именно это? Потому что у меня стоит как бы идея конечности продукта. Я придумываю не только слова-музыку, пачки бэков. Часто, кстати, продюсер со мной не согласен. И оранжевщик говорит, это вообще кабак. А я же чувствую, что вот так оно доходит лучше, заходит прямо в сердце человека. Вот мы спорим, мы даже по разу там дрались там тапками на студии. Но я вижу даже visual, который должен быть. Вот этот клип я его увидела прямо сразу. Я написала сначала припев, потом куплет и знала, каким должно быть видео. Какие должны быть цвета, что нужно быть таким ярким. И это и работа со стилистами, и с режиссерами. В общем, это такая большая деятельность. Ты знаешь, вообще вы знаете, потому что вы с артистами же каждый день. Нам же интересно узнать. Ну да, я артистка в душе, а Кутузов, он, конечно, у нас серьезный музыкант. Спасибо. Ну правда, что, ты же пишешь, серьезно? Мало об этом, кто знает, то окей. Не, я знаю, кстати, реально серьезные, хорошие очень вещи. Я вообще поняла, что его всегда надо хвалить, всегда хвалить. Спасибо мужиков надо хвалить. Нам все равно им приятно. Папузат, какой ты молодец вообще. Девчонки, спасибо, что пригласили. А что вам еще рассказать сегодня? Подожди. Слушай, вот ты сказал такой момент, что ты вот как будто сердце делишь на куски, как торт, раздаешь его людям, получается такая максимальная открытость. При том, что ты, по твоему личному признанию, немножечко социопат. А не страшно это все? Потому что в интернете там же вот куча вот этих хейтеров непонятных. Ой, это мне вообще даже неинтересно. Я даже вот не читаю, не стираю, не реагирую. Но я имею в виду, что сопат, что мне как бы тяжело там в компаниях. Хотя вот я очень много езжу на съемки, и все артисты, как артисты, все очень общительные. Все как-то дружат. Мне очень как-то тяжело, с усилием дается этот личный момент общения. И мне вот проще писать дома, сидеть одной и писать на студии песни. Вот это прямо мое. На сцене тоже мне нормально. А если вот, допустим, смотри, ты точно знаешь, что вот там вот человек стоит, с которым ты хочешь записать дуэт, или он вот сделает... Я не подойду. Не сможешь? Таких случаев было очень много. Как-то мне даже не то, что я стесняюсь, но как-то вот мне вообще хочется забиться, и просто у нее видомой. То есть, подожди, ты получаешься социопат не интроверт, а социопаты экстра... Бывают такие социопаты экстраверты? Бывают такие, да. Раньше думали, что нет, я уже озадачилась вопросом этим, сейчас выяснилось, что да. Слушай, мне кажется, сегодня вот открытие получили многие люди, которые слушают и смотрят на тебя сегодня, потому что, ну... Ну, не многие знают, правда. Всем кажется, ты абсолютно другая. А может быть, не стала раскрывать вот эту тайну? Да уже, я уже все в песнях рассказала уже. На самом деле, я недавно вообще никакие журналы не читаю, даже в руки не беру. Никакой глянец, только снимаюсь для них. Я недавно взяла очень хороший журнал, прочитала интервью Пугачева, какой-то старый, где она пишет, что это вообще все, ей очень тяжело с людьми, она любит дома готовить борщи, вообще кушать готовить дома. Я тоже люблю кушать. А вот это вот ей тяжело как-то дается. Я так удивилась, и как-то так мне полегчало как-то, и стало многое понятно. И думаю, не один такой, как бы, какой-то урод моральный, эмоциональный, что, ну, некоторые артисты есть, которые не боятся признаваться, и которые вот, правда, такие. Слушай, а мне кажется, все артисты, они немножко вот так вот в своем внутреннем мире... Сциопатные такие. Ну, это нормально, это естественно. А вы... Сейчас, секунду, я хочу добить эту тему, она интересная. Выход на сцену для тебя, это вот стресс, ну, маленький, это стресс всегда? Или ты уже привыкла абсолютно? Ну, сначала, когда вот, я даже помню, последним концертом я выглядываю там из-за кулисы, вижу, что так много людей, я думаю, господи, ну, такие мысли, что они пришли, им что дома не сидит, я не знаю, понимаешь, просто. Что вот у меня, чтобы пойти куда-то на концерт, я вообще никуда не хожу. У меня прям, когда много людей вокруг, мне как-то, я не знаю, ну, тяжело мне это дает, прям с трудом. Они все пришли, такие какие-то веселые, нарядные. Но какой-то момент перебарывания есть, такое и волнение, и предвкушение. Но когда я выхожу, это живой звук, и я закрываю глаза, это как близость. Ох ты. Как, блядь, ты слушай. Такая, просто много, и ты как бы... Я задавал вот один вопрос, а получил вот, вот, получил. Добил, добил. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что совсем скоро нам Лена расскажет, что помимо музыки, у нее огромное количество всяких, ну, не то чтобы хобби, она всем серьезно занимается. Сколько направлений деятельности у тебя сейчас? Ну, основной у меня музыка, остальное такое все факультативное. Это так и немножко смежные виды деятельности, которые тоже я придумываю сама, реализовываю сама. И немножко, может быть, медленно, но как есть. А давайте вот об этом чуть позже тоже поговорим. Лен, прямо сейчас вот то, собственно, чего мы ждали, вот эти 20 минут предыдущие. Это же у нас прекрасные песни, клип, который впервые прямо сейчас, насколько я знаю, это премьера будет. А вообще вы его видели-то? Нет. Я всегда жду вот этого предвкушения, премьера в эфире, чтобы вот живая эмоция... Я в ютубчик заходил, уже посмотрел, заценил. А я сейчас буду охотякать. Итак, на телерадиоканале Страна ФМ прямо сейчас премьера, друзья. Встречайте Елены Князевой песни под названием «Больше, чем голая». Поехали. Выключаю свет, всем отвечу «нет». Ярко-красный лак, раздеваюсь в ткат. Повернусь спиной, голос, лед, вино. Не скажу зачем, но отвечу всем. Я как будто бы сердце вынимаю из холода в этих нотах, столько правды, что я больше, чем голая, больше, чем голая. Минимальная льда, я сказала «да». Я хочу свой кофе, это навсегда. Голос всем «прости», но должна сказать, ты сумел раздеть, но не смог понять. Я как будто бы сердце вынимаю из холода в этих нотах, столько правды, что я больше, чем голая. Я как будто бы сердце вынимаю из холода в этих нотах, столько правды, что я больше, чем голая, больше, чем голая. Повернусь спиной, голос, лед, вино. Я как будто бы сердце вынимаю из холода в этих нотах, столько правды, что я больше, чем голая. Я как будто бы сердце вынимаю из холода в этих нотах, столько правды, что я больше, чем голая, больше, чем голая. Повернусь спиной, больше, чем голая. Блин, ну что сказать, хорошо. Я хотел сказать, вот больше, чем голая, и думаешь, а куда же больше? Ну куда больше? Вот, ты понимаешь, обнаженная душа. Мне какая-то цитата была у режиссера совершенно потрясающая. Не ищите в клипе сюжет, ищите душу. Да, да. Мы с Валиком просто большие друзья. А душу артиста имел, Светлана. Ну режиссеры тоже. Мы давно уже приятельствуем, и все наше творчество совместно, оно реально совместно. Мы все это придумали, все вот эти надписи, нашли художника-мужчину, который расписывал меня. Он приехал на съемку с женой. Это тоже мой друг, на самом деле, очень известный такой, как бы, коммерчески продающийся художник Илья Плейбодик. И они приехали с Арнеллой, вот с собой девушкой. Мы тоже все сейчас дружим с семьями, и все отдыхаем у меня на даче. Ох ты, как интересно. Как-то такие вещи, когда тебя голую расписывают везде, они сближают, даже не знаю почему. Ну еще бы нет. И хочется поехать на дачу. Ну как-то отдыхать потом сразу, еще после съемок. Слушай, ну расскажи немного об этой песне, как она родилась. Я понимаю, что там вот вся личная история, что ее послушать, в принципе, все понятно, но тем не менее. Были же какие-то первые строчки, были первые ноты. Ну сначала мне пришло, ты сумел раздеть, но не смог понять. И потом как-то, она даже не стала припевом, все как-то нарастилось мясом. Но как-то у меня бывает такое, что я сижу, придумываю что-то, что я знаю, какой текст будет коммерческий. А бывает такое, что как-то блоками приходит мне, причем это обычно ночью, когда еле живая. И я, как правило, не успеваю ничего записать. Вот так вчера тоже было. И я потом очень жалею об этом. И как-то вот не хватает меня записывать. Мне нужно заниматься только творчеством, ничем больше. А я занимаюсь там еще кучей личных дел и всяких там бизнесов. И мне как-то очень тяжело собрать себя в кучу. И такая регулярная шизофрения, конечно, она способствует такому расщеплению личности. Ну ничего, потом щепишь. А давайте вот перейдем как раз к расщеплению личности. Ну нет, я не мог, к делам. Ну я имею в виду, вот о чем Лена сейчас говорила. Слушай, ты же музыкант, певец, это понятно, но ты еще много чем занимаешься. Ты занимаешься по парфюмам, да, упускаешь... Я просто придумала то, что духи выпустила. И мы как-то так удачно их продали. И в какой-то момент у меня не было денег, а я прошла на деньги с продажи духов. И сейчас я их перевыпустила. Тогда были маленькие флаконы. Я делала в совместном творчестве с парфюмером. Но в итоге как раз-таки мы там немножечко разошлись. Совсем разошлись, то есть, грубо говоря. И я просто расщепила формулу и немножко изменила аромат. И сделала уже большие флаконы. Потому что люди все писали, заказывали много даже в Америку, что вот сделайте 100 миллилитров. Что у вас всего там, сколько у нас, 30 было? Уже очень мало кончилось покупать снова. Сделайте 100. И я сделала вот где-то тут они вот лежали. Вот там вот твой фирменный пакет. Я сделала 100, сделала новую упаковку, новую коробку. И все от коробки до флакона пришлось придумывать. Слава богу, у меня есть мои друзья, которые мне помогают. Это Женечка Гор, замечательный вот артист, и который делает свечи. И вот все мы знаем его как артиста и свечевара. И музыканта. Слушай, когда красивая девушка говорит, я расщепила формулу, и я вот все, как-то мне становится как-то непонятным. Я не сама это делаю, нет. Я не химик, слава богу. Скажи, вот тот аромат, который сейчас по коридору, это вот он как раз? Да, да, да. Даже вынимаешь коробку, она уже пахнет. И аромат я посвятила любимому острову, Копангану в Таиланде. Я говорю, я езжу, ты-то знаешь. Я знаю, да. И как-то раз я ехала на байке вечером, поняла, что я, во-первых, не хочу уезжать, а если уезжать, то я хочу все вот это собрать и как-то упаковать в какой-то флакон, чтобы было что потом нюхать. Где ты на все это берешь силы? Вот такой, ну, простой вопрос, на самом деле. Денег, спроси меня. Инструментный человек, как бы я телец, если я что-то придумала, я, в общем-то, убьюсь скорее, но сделаю это. И это я сделала первый раз реально год назад. У нас была презентация в авиапарке, в очень крутом месте. Нам сами промоутеры предложили площадку, и мы сделали презентацию, продали все духи. Потом я сделала еще партию, еще там отослали, даже в Америку мы отсылали. Потом был какой-то перерыв, и я занималась тем, что я расщепляла формулу, придумывала, как это должно быть концептуально в новом виде, и вот перевыпустила их буквально месяц не прошло. Лена, а скажи, пожалуйста, чтобы понимать, про расщепить формулу это в смысле изменить сам аромат, да? Отдаешь парфюмерам, они расщепляют наставные части, и ты понимаешь, как бы основные ноты я знала, я придумала этот запах. Я знаю основные ноты, базовые, верхние, знаю какие-то альдегиды, ну, в общем, это долгий разговор для радио Парфюм-ФМ. Вот, просто я чуть-чуть добавила там, чуть-чуть волшебства, и он стал вот такой вот шлейфовый еще более чем. Как много бы еще не было? Ну, знаете, как раз у химик и физик встретились в химик. В этом надо реально чуть-чуть разбираться с технологией. Не так что я придумала, и вот кто-то мне сделал. Я сама все контролирую, и мне прислали 10 сэмплов, я все это утверждаю, тестирую на подругах, всех замучила, всех достала, но сделала как надо. Ну, то, что вы сейчас... А, их же не... Слышат запахи, да, говорят? Да, слышат, аромат надо. То, что мы сейчас услышали, это потрясающе. Я сейчас тоже там... А откройте, ребята, почему я принесла все свои... А вот у нас небольшой перерывчик сейчас, мы обязательно это сделаем, и мы тебе в этом сообщим. Мы-то вернулись, конечно, мы еще, знаешь, мыслями там в Таиланде обитаем, потому что как раз-таки во время этого перерыва мы расчеклили наши подарочки, наши флакончики, и запах, ну, потрясающий. И эфир перестал быть томным. Я даже хочу сказать так, что такое какое-то, ну, у нас спело опьянение каким-то счастьем. А мы добавили туда, там есть немного... Спирта? Нет, ну, такого... Ну, в общем, я не могу говорить чего, потому что меня постоянно спрашивают, что, какой состав, расскажите. Тайная формула. И пишут парфюмеры мне, да, хотя это даже не моя основная профессия, даже не побочная. Вот поэтому я... Сюда поставлю твой красивый показатель. Я как-то... Мне утром было хорошо сегодня, а сейчас как-то еще лучше. Вообще хорошо. Вот, вот, Лен, все. Вот такой шлейф прям идет на меня. Лен, хотел вернуться к альбому, который... Вот это правильно. Он же вышел, он же вышел. Да, вот он, кстати, здесь. Это флешечка, насколько я понимаю. Он вышел буквально вот... Прошло в неделе две-три, наверное, да. Ну, в конце мая, там, во второй половине, да? Да, 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 да. Слушай, это вот, ну, в любом случае, да, для каждого артиста, и наверняка не исключение, это же как... А буду распечатывать. Да. Сейчас я просто... Вот это не моя... А ты прям в процессе-то делай, а я тебя пока буду спрашивать. Да, я просто хочу посмотреть... Это же как вот ты подводишь черту, да, вот за эти полтора года, что у тебя, ну, накопилось после изменений, которые у тебя начались, да? Я делаю громкое заявление этим альбомом. Это не черта, это стартовая полоса. А, вот даже так. Да. Окей, тогда давай покажем в камеру прямо вот. Какой формирование интересное. Все тоже мы придумали, что это будет флешка, и очень удобно слушать в машине. Вот этот весь визуал фотки я сама снимала на телефон, если честно. Сама накрасилась даже. Сделали дизайнеры, но вот это все полностью мой контент. Я же говорю, я сама придумываю все от слов музыки до вот на обратной стороне, собственно, список песен. Все первые 10 песен моего авторства остальные мне написали друзья. Слушай, но ты есть тех людей, кто не ищет легких путей, в хорошем смысле эти слова. То есть все всегда оригинально, все всегда необычно. Интересно же самой все сделать. Это, не знаю, такой кукав, когда ты понимаешь, что ты не просто там... Хотя, как бы, я понимаю, что многие артисты покупают песни, сотрудничают. Я сама раньше так делала всегда. Но это вообще другой уровень близости. Это как близость, как бы, без каких-либо преград. Я сейчас очень так обтекаемо выражаюсь, потому что мы в эфире... Ну, все все поняли тем временем. Без каких-либо, как бы, как сказать, мембран. Это прям глубокое проникновение артисты и зрителей друг в друга. И это совершенно другой уровень довольствия. Слушай, вы понимаете, о чем я. Я так понимаю, что у тебя такой, знаешь, путливый мозг, путливый ум мозг. Да, да. И получается, что ты каждый раз что-то изучаешь, изучаешь. Есть шанс, что ты придешь в следующий раз, мы скажем, а вот тебе рисовал дизайн тот же дизайнер, что в прошлый раз ты скажешь, зачем я сама? Я все изучила. Но есть какие-то вещи, которые технически мне сложно и некогда просто выполнять. То есть я придумываю концепты, а потом нахожу людей, которые в него воплотят. И пока они не сделают, как я вижу, я от них не отстану. Ну, ты можешь сказать, что ты перфекционист в этом плане? Да не в этом вообще, мне кажется, по жизни. Ну, как бы я стараюсь, но я знаю просто, как много у меня не получается и как много я все равно проигрываю, упускаю, поэтому... Ну, глядя со стороны, вот на все, что ты делаешь, такое ощущение, что-то допиливаешь все до миллиметра практически. Это кажется, но я знаю, что могло быть еще лучше и больше. Просто в силу того, что я реально там вынуждена сама делать там ремонт в загородном доме, зарабатывать там денег, причем много. Мне приходится как бы нелегко, прямо скажем, особенно в последнее время, как-то я уже прямо на последних позициях уже, если честно, там. И гастроли, опять же, это, ты знаешь, это такой очень нелегкий труд. А у тебя же впереди вот Нижний, и Казань, да? И Самара тоже, да. У меня много чего впереди, еще кроме этого. Просто это такие самые близкие анонсы. Слушай, Лена, мне кажется, ты уже и тренинги можешь давать. Как вот все успевать и все делать великолепно? Это как создавать видимость, может быть. Просто я делюсь тем, что я уже сделала. Ошибка людей в том, что они делятся планами, а я показываю только то, что сделано. А впереди у меня планов очень много, у меня вообще, я каждое утро просыпаюсь с мыслью, как бы мне завоевать сегодня Вселенную. То есть реально ты об этом думаешь? Ну, не прямо с таким, прямо наполеоновским размахом, но у меня просто реально есть огромный список дел. Я смотрю, понимаю, что легче завоевать Вселенную, чем осиливать то, что я себе наметила за методом. Слушай, я тебе хочу сказать, что если когда-нибудь ты к нам придешь и скажешь, ребят, я тут случайно Вселенную завоевала, мы скажем, Лена, да в принципе, ничего удивительного как бы нет. Мы полагаем, что произойдет. А я еще думаю, что у нее на будильнике, наверное, вот этот марш из «Звездных войн». Нет, это антодактный какой-то вообще, обычный на самом деле. Слушайте, у нас остается 31 секунда, между прочим. А я не веду? Ты можешь остаться рядом. Мы пойдем, не дескать, что с вами так, ребят. Ну что, все, надо закругляться уже потихонечку. Друзья, у нас сегодня была премьера клипа, премьера песни «Больше, чем голая» и Лена Клязева была у нас в гостях. Большое тебе спасибо за то, что ты пришла к нам. Большое тебе спасибо за прекрасные и потрясающие подарки. Заведите еще, я что-нибудь еще придумаю, подарю вам. Да мы тебя зовем заранее. Мы тебя даже без подарков зовем, ну что-то, а то как будто... Я люблю очень дарить такое, чтобы вы как бы счастливо.